Друзья, добрый день, с вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, я являюсь журналистом. И вот в этом выпуске я хотела бы продолжить рассказ о Юре. Если вы посмотрели мой вчерашний выпуск, вы поняли, о ком идет речь. Если, друзья, не успели посмотреть, пожалуйста, я под этим видео внизу оставляю ссылку на мой вчерашний сюжет. Но вкратце я хотела бы пробежаться по моему вчерашнему выпуску. И поскольку все сегодняшнее утро я общаюсь с Ириной, с Юрииной мамой и самим Юрой, поэтому более-менее история стала проясняться, и у нас есть надежда, что все будет в порядке. Итак, история такова. Юра, русский мальчик из Нижнего Новгорода, закончил среднюю школу в Нижнем Новгороде. И год тому назад он переезжает в Турин и поступает в лицей туринский. Имейте в виду, что Юра обучается в Италии не бесплатно. Отучившись первый год, ну, естественно, последние три месяца, как у всех, это была дистанция. Летом Юра поехал на каникулы в Россию. Так вы понимаете, это очень непростой был путь, потому что прямого сообщения у нас все лето не было. И летом он получил письмо из лицея, что все в порядке, что он может приступать к учебе. Но единственное, что необходимо, чтобы от мамы, от родителей было письмо, оригинал, чтобы мама приехала, и вот это письмо, эту анкету подписала. Но мама не смогла приехать. По какой причине? Потому что дорогое консульство Итальянской Республики, которое находится на территории Российской Федерации, и в частности в Москве, они визы не открывают сейчас. Ну что вы, у них же эпидемия, у них же эпидемия. Поэтому, кстати, вот небольшое дополнение хотела бы сделать. Вот на любой сайт заходишь, да, железные дороги, я не знаю, на любой сайт, даже зоомагазина, и у них везде вот это написано, спереди монокль, поэтому у нас могут быть сбои в работе, куда бы ты ни попал, даже похоронное бюро, кстати. Вот, поэтому не открыли маме визу, и, в общем-то, как мама смогла Юру проводить, в Италию, долетев только до Турции. Юра вернулся в Италию, когда ему было еще 17 лет, потому что 18 ему исполнилось на днях. Что произошло? Он возвращается в лицей. Лицей – это интернат, то есть там ребята и живут, пытаются заселиться, и в этот самый момент, то есть он не успел еще разложить вещи, только начал раскладывать вещи по своим шкафчикам, влетает кто-то и говорит, ты здесь находиться не можешь, ты отсюда должен уйти. Почему? Потому что у нас эпидемия, опасная эпидемия, страшная эпидемия, международная эпидемия. Ты должен сделать тест. Но даже этого мало, потому что в новых условиях ты должен, вот слушайте внимательно, найти семью, которой ты доверяешь. Вот это маленькое отступление. Вы знаете, если бы я, как журналист, подала бы в редакцию корректору вот такую фразу «найти семью, которой ты доверяешь», мне кажется, что эту фразу у меня корректор, он бы забанил, он бы мне задал вопрос «о чем?». Потому что семья, которой я доверяю, она по идее должна быть у меня такая семья, причем давно. А найти можно, ну кого можно найти? Девицы с низкой социальной ответственностью или стриптизера. Вот их можно найти срочно. Тарзана. А нет, Тарзан уже старый. Кого помоложе? Вот это можно найти. Поэтому как-то, вы знаете, мне не кажется, что эта фраза, она очень сильно изуродована литературным смыслом. Я не понимаю эту фразу. Но, в общем, вот вопрос стоял именно таким образом. У Юры таких друзей срочно не нашлось. Поэтому что сделали вчера вечером? Мальчика 18 лет. Друзья, не исправляйте меня. Это дети. 18 лет. Просто-напросто взяли и выставили вон, и закрыли за ним дверь. Все. Как выяснилось, что ректор или ректорша вот этого учебного заведения, это ее распоряжение никого не брать. Вполне возможно, что таким образом она просто-напросто выслуживается перед режимом. То есть просто-напросто за этим ребенком была закрыта дверь. И им было абсолютно наплевать, что ребенку в 18 лет ему некуда идти. Вот мне интересно, вот если бы он был бы африканцем. Вот они бы так же поступили. И тут сбежались бы все на свете, орали бы, визжали бы. А вот с мальчиком, который учится не за Христа радио, а за свои собственные деньги, они вот таким образом поступили. Ребенок, моему 22 года, все равно для меня ребенок, нашел квартиру, комнату. То есть в этой квартире там оказалось еще три итальянских мужика. Не жаловался ни на что. Мы сегодня с ним разговаривали по телефону утром. Я говорю, давай, звони вот этому самому Энсу, с которым я разговаривала вчера, где надо делать этот тест. То есть ему так больше потом никто и не позвонил. Более того, мама получила письмо. Вы знаете, мы вам рекомендуем. Забирайте, пожалуйста, его в Россию. Друзья, и вот в этой связи я хотела бы сделать маленькое отступление, потому что мне достаточно много приходило таких писем. В Россию надо уезжать в Россию. И надо учиться только в Россию. Я при всем уважении, я все-таки допускаю, что вот это пишут люди более старшего поколения. Друзья мои дорогие, сейчас система образования, она очень сильно изменилась. Любая семья, мы не говорим там с вами о жуликах, чиновниках. Понятно, их-то дети, они все в Лондоне, правильно? И в те университетах, в которых они обучаются, я уверена, что за их спинами двери общежитий не закрываются. Они как учились за границей, так и учатся. А я говорю про обычные семьи, те, которые своим трудом зарабатывают на учебу. Почему многие родители сейчас везде, и в России, и в Италии, очень не у многих такая возможность есть. Но у кого есть хотя бы минимальное, откладывают по крупицам. Себе отказывают во многих вещах, себе не покупают там ни лишнюю шмотку. На всем экономят, чтобы заработать на учебу. Потому что необходимо часть образования получать за границей. По какой причине? Чтобы открылись, менталитет был более открытым. Для того, чтобы лучше знать иностранные языки. Потому что школа, студенческие годы, когда ты общаешься с ребятами из других стран, с немцами, с итальянцами, с русскими, у тебя таким образом появляются друзья. Не только, скажем, другой уровень знаний, или другой формат знаний. Ну и друзья. Это же необходимо потом в будущем, для того, чтобы заниматься бизнесом, заниматься политикой, поднимать экономику. Благодаря друзьям очень многие вещи, они получаются слаженнее и лучше. Именно благодаря тому, что это твой студенческий друг. Ты, скорее всего, поможешь своему студенческому другу, а не какому-то там, который с кем-то уже во взрослом возрасте познакомился на каком-то саммите. Детская дружба, она самая бескорыстная. Поэтому это необходимо делать. Точно так же и мы надеемся, что наш сын в магистратуре тоже... Ну, мы хотим, чтобы он учился в Москве в магистратуре. Ни в коем случае в Америке нет. Ни в Америке, ни в Англии. Это, в общем-то, мы для себя эти два варианта отсекли. Кстати, вот в Италии очень многие ребята стараются поехать обучаться в Москву. Многие учатся в магистратуре в высшей школе экономики, в МГУ учатся, в МГИМО и так далее, и так далее, и так далее. В Бауманском учатся. Многие учат русский язык, потому что это обмен. И родители копят. Я знаю таких родителей. Копят. Копят годами, чтобы дать такую возможность. Поэтому не надо это осуждать, потому что сейчас все поменялось. И точно так же и родители Юры, точно так же они на эту учебу, они копят. Копят. И рассчитывают так, чтобы ребенку на все хватило. Поэтому это нормальный абсолютно подход. Мы же с вами не Навальный, у него же дочь где? В Стэнфорде учится, да? Бесплатно. Но может для него это, конечно, и бесплатно, потому что если он сдал как следует какого-то барыгу и спекулянта по просьбе другого барыги и спекулянта, может этот другой барыга и спекулянт, он и оплачивает обучение дочери Навального. 50 тысяч долларов в год. Поэтому для него это бесплатно. А тот, другой барыга и спекулянт, обиделся и траванул его. Кстати, посмотрите, пожалуйста, выпуск Никиты Сергеевича Михалкова, где он рассказывает, как накануне этого так называемого отравления Навальный красиво проводил время в самых дорогих сибирских ресторанах с дамами. И в баньке. В баньке. Вы знаете, я, конечно, понимаю, что многие из вас по-разному относятся к Никите Сергеевичу Михалкову, но в любом случае он не врет. Это чистая правда. В общем, траванули. Но мы с вами не Навальные, поэтому у нас денег на Стэнфорд нет. И барыга спекулянтов мы так таким образом не закладываем. Ладно, это риторик, это мое убеждение. Что происходит дальше? Значит, ребенка выставили. Говорят, нет, вот должна быть такая семья. Это нарушение законов, это нарушение Конституции. Это абсолютно неправильно. И как только сердце не болит, не разрывается, такая вещь произошла. Значит, что мы сделали сегодня? Вчера я с этим Энсо разговаривала. Сегодня с этим Энсо разговаривал муж Жени, Доменику. Он там сказали, ты так на него агрессивно. Сейчас мальчику там еще тяжелее будет в этой школе. Ничего подобного. Он очень даже втянул голову и очень был весьма сегодня и корректен. И старается, да, я помогу там с этими тестами и прочее, и прочее. Поэтому с тестом этот сегодня сдаёт. Естественно, с ним будет всё в порядке. Никто не сомневается. Значит, если потребуется вот эта самая подпись, то есть друзья, конечно, и я, и Женя, если с нашей стороны потребуется, это формальность. Естественно, мы подпишем. Но мы далеко. Смотрите, то есть бумагу мы, конечно, обязательно подпишем. Пусть парень учится. Нельзя отнимать учёбу. Это будущее. Потому что ещё 4 года, потом университет. Нельзя ломать жизнь детям. Но у меня к вам большая просьба. К моим подписчикам. Друзья, вдруг в Турине найдётся семья, может быть, итало-российская семья. Ничего от вас я не прошу. Никаких не подписей. Это мы с Женей всё сделаем сами. Ну, просто на всякий случай. Ну, поддержать парня. Пережил стресс. 18 лет. Вы пожалеете чужого ребёнка. Вашего тоже пожалеют. Если у вас будет желание такое, ну, мало ли, там просто встретиться, там пригласить его на кофе, просто узнать, как дела, чтобы он чувствовал, что он не один, вот никак сейчас он с какими-то чужими мужиками оказался в таком положении, в чужой квартире, и мама прилететь не может, итальянское посольство визу. Ну, представьте себя на этом месте. Просто кто-то, если захочет, поддержать. Дайте мне знать, пожалуйста. Потому что вот, если вы зайдёте на мой канал, о канале, о канале, там, где рубрика, там есть мой сайт профессиональный, и на моём сайте там имеется контакт. Я вас очень прошу, пожалуйста, из Турина, наши люди, если у кого-то будет желание, с добрыми намерениями, я вас очень прошу, пожалуйста, свяжитесь. Все остальные сейчас эти юридические вопросы мы решим нашими совместными с Женей силами, чтобы у него было всё в порядке, и чтобы он приступил к учёбе. Но я вас прошу, пожалуйста, дайте знать. Я обязательно вас буду информировать, как у нас будет протекать эта история. Я желаю каждому ребёнку счастья и терпения, потому что абсолютно идиотичная история. Не надо мне такого писать, что это к нам так относятся, потому что к русским, к славянам относятся как к третьему миру. Ничего подобного. Это всё глупость. Это вы зря смотрите этот дурацкий канал под названием Россия. Это они под глобалистами, они у людей вызывают такие комплексы неполноценности. Никто к славянам плохо не относится. Все прекрасно понимают, что как раз в нас, в славянах, и остались вот эти ценности, нормальные ценности, европейские по-настоящему ценности. А не пойми, что вот как то, что нам устроили здесь американцы. Это к американцам. Вот такое отношение, мягко говоря. А не к нам. Поэтому не пишите мне, пожалуйста. Надо избавляться от этой промывки мозгов. Всё в мире давно поменялось. Ну просто то, что сейчас Италия делает, некоторые вузы, это естественно и вузы, и школы. Это ни в какие ворота просто не лезет. Никаким образом. И более того, я хочу сказать, даже при всём при этом, вот этой ректорши, если у неё есть дети, я её детям не желаю никогда оказаться в таком положении. Я очень переживаю. Конечно, знаете, я пропускаю почему через себя. Потому что, если вы давно смотрите мой канал, я в апреле месяце вам рассказывала о том, как мой сын, студент в Риме, как он добирался целую неделю домой, когда были перекрыты железнодорожные вокзалы, как там менты лютовали на вокзале. Я рассказывала вам целую неделю. Они с ребятами приезжали на вокзал Термени, их не подпускали к железнодорожным путям. Я вам рассказала, что мой знакомый полицейский из Рима, я с ним порвала все отношения, он мне сказал 1000 евро, чтобы я ему дала 1000 евро, чтобы он сделал вот это вот перемесу, разрешение, чтобы он сел в поезд. И сказал, да пошёл ты, не буду говорить куда. Всё, и у меня с ним отношения больше. А мы, в общем-то, мне казалось, что мы дружили какое-то определённое время. Вот что у нас случилось. У меня ребёнок приехал. Ребёнок, да, 22 года. Приехал зелёного цвета был. В состоянии стресса. И все остальные ребята тоже. Там кто-то на Сицилию добирался. Причём один мальчик добрался до Сицилии, и потом сразу же там вот эту переправу перекрыли. Всё. Кошмар. Кошмар. Просто я действительно за нюрнбернский процесс. Я за то, чтобы всё итальянское правительство, которое вот так продало свой народ, тут батька не продал, а итальянское правительство продало, чтобы они все сели. Поэтому я это всё пропускаю через себя. Поэтому, друзья, ещё раз обращаюсь к вам. если кто-то захочет чисто морально, просто действительно там, допустим, суббота-воскресенье пригласить на кофе и так далее, только из самых лучших соображений, напишите мне, пожалуйста. Спасибо вам большое, друзья. Я вас очень люблю. Вместе мы с силой. Я это прекрасно поняла. И увидимся завтра. Спасибо.